Продолжение следует... И отверзлись уши глухих для услышания слов книжных, и ясен стал язык. Мы живы, пока не замутнены нашей истоки. Древний город Соломики, или как называли его наши предки, Солун. Здесь, более 1100 лет тому назад, жила знатного рода благочестивая семья Льва, крупного военачальника города. В семье было семеро детей. Известно только церковное имя одного из старших, Мефодия, родившегося около 1815 года, и имя его младшего брата Константина, родившегося в 827 году и лишь незадолго до смерти принявшего монашеское имя Кирилл. Возможно, он был назван в честь Константина Великого, который 24 мая по новому стилю 330 года объявило завершение строительства Византия, новой столицей Второго Рима. Шел IX век. Архитектура города еще отражала величие и мощь Римской империи, и братья в детстве часто проходили подаркой галерии. Несомненно, они заходили в эту ротонду, которая еще в V веке стала базиликой, то есть храмом. Здесь сейчас храм Святого Георгия. Детей военачальника Льва ждала государственная служба, и в молодости Мефодий даже управлял несколько лет одной из областей империи. Но затем он удалился в горный монастырь. Солунь того времени был крупным христианским духовным центром. Еще в середине Первого века здесь проповедовал апостол Павел. Но апостольский путернист. Его изгнали язычники за городскую стену. И там, где он жил, у городских стен, стоит теперь храм Святого Апостола Павла. Но самый известный храм города – храм Святого Дмитрия Солунского. Святой Дмитрий особенно был близок к сердцу братьев всю жизнь. Возможно, в детстве они были такими, как дети на этой древней мозаике. И так же слушали в этом храме службу на греческом языке. И так же приводил их отец к мощам Святого Дмитрия, особо почитаемого и в русской земле. Лишь спустя много столетий, в конце 20 века, солуняне увековечили память своих великих сограждан. Мэрия города возвела храм святых Кирилла и Мефодия. А неподалеку, на набережной, стараниями скульптора Вячеслава Клыкова, установлен поклонный славянский крест. В Россию первый памятник святым славянским просветителям был привезен из Болгарии как дар городу Мурманску, где впервые в Советском Союзе в 1986 году состоялся День славянской письменности. Такой праздник в Болгарии проводится уже много лет, а в России он проходил лишь несколько раз в 19 веке. Праздник был возрожден в Мурманске по инициативе Виталия Маслова, радиста первого нашего атомного ледокола и при поддержке Союза писателей. Из древних Солоник юный Константин был приглашен на учебу в Царьград. Там он, как сказано в житии, учился Гомеру и геометрии у знаменитого льва математика, диалектики и философии Уфотия, будущего патриарха. Учился также и риторики, арифметики, астрономии, музыки. Константина ожидала блестящей карьеры, но он ответил фиоктисту, опекуну малолетнего императора. «Велик дар, который ты предлагаешь требующим его, но для меня нет ничего выше учения, которым, обогатив ум, хочу искать прадедовской чести и богатства». Константина назначили библиотекарем у патриарха, а когда ему исполнилось 24 года, он успешно участвовал в диспуте о вере во время первой своей зарубежной миссии в арабский халифат. Но через некоторое время он ушел от мира к своему брату Мефодию в горный монастырь. Впервые в рамке государственного праздник славянской письменности и культуры прошел в 1988 году в городе Новгороде. И начиная с 1999 года этот праздник вышел на новый виток. Впервые грандиозное музыкально-драматическое действие в начале было слово проводилось в Псковском Кремле. И, разумеется, благодаря вот такому сочетанию действия на конкретные территории, очень такому плотному, созидательному, которое включает в себя не только заключительное музыкально-драматическое действие, в этом предшествует большое количество мероприятий, которые привлекают большое количество жителей местных городов и регионов. Это божественная литургия. Это научно-практическая конференция «Славянский мир. Единственное и многообразие». Это открытый урок, это конференции, это круглые столы. И, наконец, это, собственно, действие. В 860 году к византийскому императору пришли из Хазарского каганата послы с просьбой прислать в их землю человека образованного, чтобы тот просветил их о христианстве. Император призвал на эту миссию Константины. И осенью 860 года братья прибыли в Херсонес, что возле нынешнего Севастополя. Благословенный берег Крыма. Митрополит Макарий в своем труде «История русской церкви» говорит, что у нас насчитывают до пяти крещений, до пяти эпох в просвещении России Евангелием. Это проповедь апостола Андрея Первозванного, деяния святых Кирилла и Мефодия, крещение первых киевских князей Аскольда и Дира, крещение великой княгини Ольги и крещение великого князя Владимира. В Херсонесе проповедовал апостол Андрей Первозванный. Здесь крестился князь Владимир, и здесь же несколько месяцев были великие славянские просветители. Херсонес, основанный греками в пятом веке до нашей эры, непрерывно существовал почти две тысячи лет. Причем тысячу лет как город античный, языческий, и тысячу лет как город Цедевиковый в составе Византийской империи, как город христианский. Сколько судеб, сколько земных жизней прошло здесь. Святые братья ходили по этим улицам, уезжали в окрестности. Кроме того, Кирилл начал поиски мощей святого папы римского Климента Первого, который был сюда сослан за веру христианскую и казнен в Первом веке. Прошло 800 лет, но изучая манускрипты, беседуя с уроженцами Херсонеса, Кирилл нашел захоронение святого Климента на острове в другой, ныне Казачьей бухте. Экспедиция с мощами святого Климента приплыла к западному берегу Херсонеса, и сначала гробницу положили в крестообразном храме святого Сазонта. Но народ пребывал и пребывал, и мощи перенесли в более просторный храм, расположенный за городскими стенами, как сказано, сразу за забралом. Вот через эту калитку в западной стене и проносили гробницу святого Климента, покровителя Рима. На другой день крестным ходом обошли весь город, заходя во все храмы. Затем мощи святого были оставлены в алтаре кафедрального собора. Весной 861 года миссия отправилась в столицу Каганата Итиль, что находилась возле нынешней Астрахани. Но хазарский Каган уже отбыл Семендер, свою летнюю столицу, располагавшуюся возле нынешней Махачкалы. И уже оттуда, после успешного диспута о вере, вместе с отпущенными пленными, миссия возвратилась обратно в Херсонес, скорее всего, по протаренному шелковому пути через Кавказ. Находясь в Херсонесе, Херсонии, как называли этот город, византийцы, здесь встретил Кирилл некого Русина, который показал ему псалтырь и Евангелие русскими письменами писанное. Вот эти строки и по сей день вызывают различные версии, интерпретации у историков и филологов. Вполне вероятно, что именно встреча с этим Русиным, неважно, на каком языке было записано Евангелие и псалтырь, именно она побудила святых равнопостальных братьев начать работу над созданием славянской азбуки, видя, возможно, вот такое рвение духовное. То есть как бы совершенно понятно было, что эта азбука нужна хотя бы для того, чтобы на ней были записаны и Евангелие, и псалтырь, и другие духовные книги. То есть есть кому пользоваться, и есть уже потребность у народа читать все это на своем родном языке. Забрав часть мощей святого Климента, солунские братья возвратились в столицу Византии, Константинополь. В Херсонессе осталась только честная глава святого Климента, которую после своего крещения забрал с собой в Киев великий князь Владимир и разместил в первом храме, построенном уже в христианской Руси, Десятинной церкви. Спустя год к императору обратились послы от князя Моравии Ростислава. «Наши люди оставили язычество и приняли христианство, но у нас нет такого учителя, который бы нам объяснил на языке нашему христианскую веру». Царь опять, как говорит Житие, призвал Константина. «Знаю, что ты утомлен философ, но необходимо тебе идти туда, а потому даю тебе дары, и, взяв брата своего, игумена Мефодия, отправляйся». Вот тогда, во время подготовки к этой миссии, в 862-63 годах, и был создан славянский алфавит, и начать перевод с греческого священного писания и богослужебных книг. Причем все письменные источники сходятся в одном. Азбука была явлена Кириллу после молитвы, как озарение, откровение свыше. Весной 863 года они прибыли к князю Ростиславу. В храмах Великоморавского княжества, которое располагалось тогда на нынешних землях Чехии, Словакии и Польши, служили на латинском языке немецкие священники. За три года при сопротивлении немецкого духовенства святые братья заложили в Моравии основы славянского образования и создали условия для замены в церкви латыни. Однако они не были епископами и не могли рукоположить в стан священнослужителей своих учеников, чтобы те служили в храмах Моравии и потому отправились в Рим, ведь тогда была еще единая церковь. Узнав о том, что солунские братья везут в Рим мощи святого Клименка, папа Адриан II встретил их с большими почестями. Он был на стороне Кирилла, когда тот, как до этого в Венеции, в публичном споре сумел доказать право проведения службы в храмах на славянском языке. В те времена считалось, что такое право имеет служба только на тех трех языках, на которых была надпись на кресте распятого Христа – латинском, греческом и древнееврейском. Папа Адриан II благословил книги и разрешил службу на славянском языке. Эта победа над трехязычной ересью – еще один подвиг великих славянских просветителей. Первая служба на славянском языке состоялась в этой базилике, в этом храме Святой Богородицы Санта Мария Маджоры. Святые братья жили в соседнем переулке. Теперь об этом напоминает небольшая мраморная плита с надписью. В этом монастыре в 867-869 годах жили святые Константин Кирилл и Мефодий – славянские апостолы, создатели старославянской письменности, от признательных славян. Санта Мария Маджоры – единственный наиболее сохранившийся раннехристианский храм Рима. Здесь – древняя чудотворная икона Богородицы. Под престолом – главная святыня храма. В серебряной раке – часть ясель, в которых возлежал Спаситель. А эти мозаичные панно V века, изображающие сцены из Ветхого Завета, были здесь и тогда, когда святые братья участвовали в первой службе на славянском языке. Такая же служба прошла и в соборе святого Петра. В свое время император Константин построил большую церковь над захоронением святого апостола. Здесь короновались 23 императора Римской империи. И здесь, на алтаре, лежало рукописное священное писание на славянском языке. Обновленный собор по-прежнему является одним из самых больших христианских храмов. В его подземелье находится Великая Христианская Святыня, гробница первоверховного апостола Петра. В соборе несколько пределов со святынями. Предел Вероники, где хранился плат, которым Вероника отерла лицо Иисуса. Плат передан Константинопольскому патриарху. Предел Лонгина-сотника, где хранится часть его копья. Предел святой Елены с частицей животворящего креста Господнего. Здесь же есть предел Григория Богослова с древней мозаичной иконы Божьей Матери Скоропослушницы и мощами этого великого проповедника, творениями которого восхищался святой Кирилл. Здесь хранятся привезенные в средние века из Константинополя мощи святого Иоанна Златоуста. Он составил чин литургии, вел в церковное употребление крестный ход. Святой апостол Андрей Первозванный. Он был распят на косом кресте в Греции, в Парнасе. Туда, в 1966 году, в греческую православную епархию, была подарена честная глава апостола, здесь хранившийся. В этом соборе, как во всем Риме, много христианских святынь. И здесь, в Риме, Константин принимает монашеский постриг с именем Кирилл. А спустя 50 дней, этот, как свидетельствуют письма современников, мудрейший человек, необыкновенный, достойный истинного удивления философ, человек высочайшей святости, 14 февраля 869 года, скончался. Уже на смертном адре Кирилл сказал Мефодию, «Брат, мы были подобны паре валов, пахавших одну борозду, и вот я падаю на поле, скончав дни свои, а ты так сильно любишь гору, то есть свой горный монастырь, но смотри, не оставляя ради горы своего учения, которым скорее можешь быть спасен». Мефодий хотел забрать тело Кирилла и похоронить в своем монастыре, но римляне, епископы и вельможи настаивали на захоронение такого достойного мужа в Риме. Тогда папа Андриан II повелел похоронить Кирилла в храме святого Петра, но Мефодий упросил, чтобы брата погребли в храме святого Климента, мощи которого им были обретены, и Кирилла почти сразу стали почитать как святого. В этом храме их пределы рядом святого Кирилла и святого Климента. Крым соединил их. Рим особый город в жизни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. В этом городе звучала литургия на церковном славянском языке. Здесь был рукоположен сан епископа святителя Мефодий. Здесь, вот в этой базилике святого священному мученика Климента был погребен святой равноапостольный Кирилл. И здесь до сих пор находятся его мощи. В 2006 году, когда происходило малое освящение храма святой река мученицы Екатерины, высокопреосвященнейший Кирилл, митропорец Смоленский, который специально прибыл в Рим для богослужений малого освящения храма, совершил на мощах святого равноапостольного Кирилла молебен в служении духовенства итальйских приходов. И вот с этого дня, с этого года мы пытаемся особым образом ответить память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 2007 году мы также совершали молебен на мощах святого равноапостольного Кирилла, и затем в храме святой великомученицы Екатерины произошла божественная литургия, которую возглавил ладыка Иннокентий архиепископ Корсунский. Неразрывно их память связана с городом Римом, и для тех, кто живет здесь, членов русской православной общины, почитание их памяти это особое духовное благословение для нашей общины, наш долг присоединиться к вот этому празднику Дню Славянской Письменности и Культуры, который на просторах России отмечается в мае 24-го числа, и мы, как часть русской православной церкви, неотъемлемая ее часть, мы присоединяемся к этому великому празднику у святынь города Рима и у мощей святого равноапостольного Кирилла, просветителя Славян. Первым, созданным в России памятником святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, стала работа скульптора Вячеслава Клыкова. Этот памятник торжественно был открыт в Москве в 1992 году во время празднования Дней Славянской Письменности и Культуры. С тех пор традиционно во время этого праздника открываются памятники святым братьям Воронежи. Саратове, Кантемансийске, Коломне и других городах. Славянской 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 вносит вклад в будущее объединение всех славян. Но есть в России город, где два памятника святым равноапостольным братьям. Это Черкесск. Один памятник установлен здесь, возле храма, а другой на Центральной Площади. Мне давно хотелось сделать свой личный вклад в укрепление духовности нашего города, нашей Республики, да и вообще нашего Отечества. Почему этот памятник посвящен именно святым равнопостным братьям Кириллу и Мефодии? Подвиг святых равнопостных братьев Кирилла и Мефодия это то, что нас объединяет. Это азбука. Это азбука, на которой основана письменность всех народов Северного Кавказа и 60 стран мира. Почему этот памятник находится в Черкесске есть еще одна причина. Дело в том, что недалеко от нас находилась очень древняя Алландская епархия. И здесь недалеко, на небольшом расстоянии от города Черкеска находятся самые древние на территории России христианские православные храмы. Братья Кирилл и Мефодий не могли не посетить эту епархию, поэтому есть основания полагать, что они были наша благосостоянная земля. Возможно, по этой горной дороге возвращались в Херсонес после диспута с хазарами святые салунские братья. Накануне двухтысячелетия Рождества Христова здесь, в этих густых горных лесах было явлено древнее наскальное изображение Христа, написанное природными несмываемыми красками. В этой дороге на Аландском городище стоит небольшой храм пророка Ильи, самый древний из действующих храмов на территории России. После смерти Кирилла Мефодий был рукоположен в санархиепископа Моравии и Панонии. Но вскоре Моравия была присоединена к владениям Людовика немецкого и в 871 году немецкие власти Мефодия арестовали и заключили в монастырь в Германии, где он провел два с половиной года. В 873 году он был освобожден, но служба уже велась на латинском языке. И все же святой Мефодий при содействии учеников, несмотря на трудности, продолжает тот великий труд, благодаря которому распространилась вера, переводы священного писания и богослужебных книг на славянский язык. И заканчивает он эту работу 26 октября в день памяти святого Димитрия Солунского. А следующей весной, 6 апреля 885 года, славянский первоучитель Мефодий скончался. Его погребение сопровождалось всенародным плачем. Он был похоронен в соборном храме, расположение которого со временем позабылось, а ученики были арестованы, проданы в рабство, изгнаны. Но семена, посеянные святыми, равноапостольными Кириллом и Мефодием, принесли плоды в другой стране, в Болгарии. Это охрид, который в те времена входил в состав Великого Болгарского Царства. Вот мы стоим снова у памятников равноапостольных солонских братьев Кирилла и Мефодия в Охриде. Эти двое братьев до миссии в Моравию оказываются не одними, а поехали с лучшими своими учениками, которые они отбирали у тогдашних славянских центров по Балканам. И между первыми приехали в Охрид, откуда отобрали группу учеников во главе с Климентом и Наумом Охридским. Ученики святых братьев Климент, Наум и Ангелари, претерпев большие лишения, добрались до Болгарии, где были в столице приняты царем Борисом. Вскоре Ангелари отошел ко Господу, а спустя время царь по просьбе Климента и Наума разрешают им переехать в этот край, возможно, на их родину. Не случайно, говорю вам, Климент возвратился сюда, в эти святые места, которые были мощным, духовно-культурным источником и на останках которого Климент ставит свою церковь, святого Пантеримона, чтобы возобновить, воскресить дело святых Кирилла и Мефодия, что в те годы уже угасло. Здесь было заложено начало Охридской книжной школы. Именно здесь они развили свое творчество. Здесь мы открыли три монументальных раннехристианских базилики. На этом месте духовно-культурного источника Климент ставит церковь, большой монастырский комплекс, и здесь получили дипломы несколько тысяч священнослужителей. Получается, что здесь был первый славянский университет. Того, что из своей церкви я посвятил на святый Пантелеймон. И ова церква сега има двойное имя святый Климент ова церква святый Пантелеймон. Здесь и был захоронен святой Климент Охридский. А святой Наум ставит на другой стороне озера такую же церковь. Здесь он заканчивает свой земной путь. Мощи его прославились чудесными исцелениями. И жизнь подав тебя И что очень важно, ученики их были в те годы самыми влиятельными священниками, становились епископами и расширяли свое дело не только в этих местах, но и во всем славянском мире. И что очень важно, охридские епископы достигли той мощи, той славы, что в X веке, а это научно доказано, принесли письменность в Киевскую Русь. Святой Кирилл сравнил собирание букв в слово с собиранием народа в церковь. Святые отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с государственно-церковным праздником Днем славянской и письменности и культуры. Мы начинаем этот праздник хвалитвой, потому что так хотели сами равноапостольные Кирилл и Мефодий, создавшие славянскую грамоту и азбуку «Дай Бог, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах». Та система ценностей, которая была заложена святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которая была усвоена культурой и народной жизнью, которая была обогащена великим опытом всего нашего народа, Которая вошла в плоть и в кровь через радость и через скорбь, через жизнь и через смерть, всегда оставалась той духовной матрицей, тем фундаментом, тем основанием, на котором должна произрастать жизнь нашего многонационального народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok